Здравствуйте, ребята! Как поживаете? Надеюсь, у всех все хорошо. Рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня, ребята, мы с вами вспомним глагол, форму глагола, неопределенную, начальную, времена глагола, испряжение глагола. Итак, глагол, что такое глагол? Это часть речи, которая обозначает действие и отвечает на вопросы, что делать, что сделать и так далее. Что значит неопределенная форма глагола? По-другому мы ее называем. Как? Правильно, начальная форма глагола. Почему она называется неопределенной? Потому что абсолютно ничего мы не можем определить. Мы ни времени можем определить, ни число глагола, поэтому мы ее называем неопределенной. Неопределенная форма это начальная форма глагола. В словарях глаголы даны в неопределенной форме. Неопределенная форма у У нас оканчивается на «т» мягкий знак, «ч» мягкий знак и «ти». Нам говорят, напишите глаголы в начальной форме, то есть неопределённой. А в неопределённой форме у нас глаголы на какие вопросы отвечают? Правильно, что делать, либо что сделать. Слежу, что делать? Правильно, следить. Вяжу, что делать? Верно, вязать. Наряжаю, что делать? Наряжать. Поливаю, что делать? Поливать. Сажаю, что делать? Правильно, сажать. Решаю, что делать? Верно, решать. Рассказываю, что делать? Рассказывать. Варю, что делать? Варить. Шью, что делать? Шить. Правильно. Видите, ребятки, все наши глаголы в неопределённой форме оканчиваются на «т» мягкий знак, то есть имеют суффикс «т» мягкий знак. Идём далее. Как мы ранее с вами заметили, ребята, неопределённая форма глагола называется неопределённой от того, что по ней нельзя определить ни время, ни число глагола. Какие три времени имеет глагол? Как отличить одно время от другого? Давайте-ка с вами вспомним, подумайте. Правильно. Времена глагола у нас их всего три. Это прошедшее время, то есть то, что уже было, то, что уже прошло. Глаголы в прошедшем времени отвечают на вопрос «что делал?» либо «что сделал?». Настоящее время, то есть действие, которое происходит сейчас, в данный момент, и глаголы в настоящем времени отвечают на вопросы «что делает?». Будущее время, то есть то, что произойдёт в будущем, ещё не произошло, а будет происходить, и отвечают глаголы в будущем времени на вопросы «что будет делать?» либо «что сделает?». Правильно. Итак, нам говорят, измените глаголы «читает», «пишет», «учит», «решает», «думает», «играет», «светит» по временам. Вот у нас даётся образец. В настоящем времени что у нас получится? «Что делает?» «Читает», «Что делает?» «Пишет», «Что делает?» «Учит», «Что делает?» «Решает», «Что делает?» «Думает», «Что делает?» «Играет», «Что делает?» «Светит». А в прошедшем времени, что делал? Читал. Что делал? Писал. Что делал? Учил. Что делал? Решал. Что делал? Думал. Что делал? Играл. И что делал? Светил. В будущем времени. Что будет делать? Будет читать. Что будет делать? Будет писать. Что будет делать? Будет учить. Что будет делать? Будет решать. Что будет делать? Будет думать. Что будет делать? Будет играть. И что будет делать? Будет светить. Молодцы, ребята. Далее нам говорят, вставьте подходящие по смыслу глаголы. Слова для справок нам даются в упражнении. Это слова оденется, бегут, встала, засвищут, тает, миновала и повеяла. Если вы прочтете данные строчки, ребята, вы вспомните это стихотворение. И нам говорят, обозначьте время глагола. Что у нас получается? Уж, что делает снег? Правильно, тает снег. Тает настоящее время, что делает? Далее, ручьи, что делают? Бегут ручьи. Ручьи, что делают? Бегут, правильно, настоящее время. В окно, что сделала? Повеяла весною, правильно. Повеяла у нас глагол в каком времени? В прошедшем, правильно. Что сделают соловьи? Засвищут, засвищут, что сделаю? То есть действие будет происходить, это у нас будущее время. И лес, что делает? Покроется. Что сделает, что будет делать? Правильно. Будущее время покроется листвою. Чиста небесная лазурь. Теплее и ярче солнце. Правильно, стало. Прошедшее время. Верно. Пора метелей, злых и бурь. Опять надолго. Верно, ребята. Миновало. Тоже прошедшее время. Нам говорят, определите время глаголов. Из далекой Африки, с южных берегов Каспия отправились птицы в далекий путь. Итак, птицы что сделали? Отправились. Правильно. Это действие уже произошло. Значит, это у нас прошедшее время. Далее. Первыми прилетели грачи. Что сделали? Прилетели. Верно. Прошедшее время. Шумно вьют на высоких деревьях свои лохматые гнёсна. Вьют. Что делают? Сейчас, в данный момент. Правильно. Настоящее время. За грачами скоро прилетят скворцы. Покажутся на весенних проталинах первые жаворонки. Скоро что сделают? Прилетят. То есть в будущем. Правильно. Будущее время. Покажутся, что сделают? Верно. Будущее время. На весенних проталинах первые жаворонки. Молодцы, ребята. Нам говорят, измените глаголы по временам. Итак, сколько у нас времён? Правильно. Три. Прошедшее, настоящее и будущее. Даются глаголы слушать, послушать, лепить, вылепить, пить и выпить. Все эти глаголы у нас, верно, ребята, они у нас стоят в неопределённой форме. Давайте-ка мы с вами их запишем сначала в прошедшем времени. Что делал? Слушал. Что сделал? Послушал. Что делал? Лепил. Что сделал? Вылепил. Что делал? Пил. Что сделал? Выпил. В настоящем времени у нас глагол отвечает на вопрос «что делает?» Сейчас, в данный момент. Поэтому у нас получится сейчас «что делает?» Слушает. Что делает? Лепит. И что делает? Пьёт. В будущем времени «что будет делать?» И «что сделает?» Итак, что у нас получится? «Будет слушать», а «что сделает?» Послушает. Что будет делать? Будет ли пить? Что сделает? Вылепит. Далее. Что будет делать? Будет пить. Что сделает? Выпьет. Молодцы, ребята. Далее. Нам говорят. Спешите текст, определите время, число и род глаголов. Мы ранее с вами об этом говорили, ребята, что именно у какого времени мы можем определить род. Вспомните. Вот у нас три времени. Прошедшее, настоящее и будущее. У каких глаголов мы можем определить род? Правильно. У глаголов прошедшего времени. Только у прошедшего времени мы можем определить род. Нам говорят. Росла в лесу дикая яблоня. Что делала? Росла. Правильно. Это у нас прошедшее время. Давайте с вами определим число. Какое число? Яблоня одна. Значит, росла у нас тоже единственное число. И род у нас какой? Росла. Что делала? Правильно. Женский род. Дальше. Усенью упало с нее кислое яблоко. Что сделала? Упало. Правильно. Прошедшее время. Кислое яблоко. Оно у нас одно. Значит, единственное число. И что мы скажем про яблоко? Яблоко у нас какой род? Средний. Значит, и упало тоже среднего рода. Далее. Только одно зернышко спряталось в землю и весной проросло. Зернышко что сделало? Спряталось в прошедшее время. Одно зернышко. Значит, единственное число. И зернышко у нас какого рода? Верно, среднего. Значит, и спряталось тоже среднего рода. Весной проросло зернышко. Правильно. Проросло что сделало? Прошедшее время. Оно у нас одно. Значит, единственное число. И какой род? Правильно. Средний род. Теперь, мои хорошие, мы с вами повторили, что глаголы в прошедшем времени изменяются по числам и родам. А вот глаголы настоящего и будущего времени, ребята, изменяются по лицам и числам. А ну-ка вспоминаем. Вот это изменение глаголов по лицам и числам мы как с вами назвали? Верно, спряжение глаголов. Посмотрите, нам говорят. Распрягайте письменно глагол «собираю» в настоящем времени и глагол «пишу» в будущем времени. Выделите окончание. Итак, в настоящем времени. Первое лицо. Я собираю, мы собираем. Второе лицо. Ты собираешь, вы собираете. И третье лицо. Он собирает, они собирают. В будущем времени что у нас получится? Первое лицо. Я напишу, мы напишем. Второе лицо. Ты напишешь, вы напишете. И третье лицо. Он напишет, они напишут. Еще, ребята, давайте мы с вами вспомним, сколько всего споряжения у глагола было. Правильно, всего два споряжения. Как мы определяем споряжение? Вспоминаем. Глаголы, которые оканчиваются в неопределенной форме на «ить», относятся ко второму споряжению. Например, «строить» и «клеить». А вот большинство глаголов на «ать», «ять», «еть», «ыть», «уть», «оть» и так далее, они относятся к первому споряжению. Например, что делать? Думать, сеять, зеленеть, рыть, полоть, тянуть. Вот, посмотрите, нам даются глаголы и говорят нам определить споряжение. Читать у нас оканчивается на «ать», значит, мы отнесем к какому споряжению? Правильно, это у нас первое споряжение. Решать, верно, первое. Любить, правильно, второе. Просить, правильно, второе. Успеть, первое. Купить, наить, значит, второе. Готовить, значит, второе. Встретить, правильно, второе. Встречать, наать, значит, первое. Запретить, ить, значит, второе. Запрещать, наать, значит, первое. Помогать, наать, значит, первое. И спасать, правильно, ребятки, первое споряжение. Далее нам говорят, напишите глаголы в два столбика по спряжениям. Нам даются глаголы плавать, строить, читать, учить, рисовать, помогать, рубить, лепить, желать, лечить, сочинять, носить, готовить, рассказывать, хранить и мыть. Давайте-ка мы их разделим на два спряжения. Первое спряжение. Какие глаголы мы отнесем? Правильно. Плавать. Что делать? Читать, рисовать, помогать, желать, сочинять, рассказывать и мыть. Все верно. Видите, у нас как раз-таки глаголы относятся к первому спряжению. На-ать и на-ыть. Далее второе спряжение. Как мы ранее заметили, ко второму спряжению у нас относятся глаголы на-ить. Значит, строить, учить, рубить, лепить, лечить, носить, готовить и хранить. Все эти глаголы у нас на-ить. Молодцы, ребята. Ну а наш урок подошел к концу. До скорой встречи. Скоро с вами увидимся. Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать вас на занятии в летней школе. Сегодня у нас урок математики. Мы с вами будем повторять и закреплять решение задач на движение. Давайте вспомним, как мы решаем эти задачи и что необходимо помнить при решении задач на движение. Итак, ребята. Иногда в задачах нам требуется найти расстояние. А чтобы найти расстояние, надеюсь, вы уже запомнили, нужно скорость умножить на время. Буквенное выражение у нас записывается так. С – это расстояние, В – это скорость, Т – это время. Поэтому получается формула. С равняется, В умноженное на Т. Иногда в задачах на движение нужно найти время. А как мы находим время? Наверное, и это вы помните, ребята. Нужно расстояние разделить на скорость. Формула записывается так. Т равно С делить на В. Т – это время. С – это расстояние. В – это скорость. И следующее правило, которое вы должны помнить. Чтобы найти скорость, надо расстояние разделить на время. И также запоминаем формулу. В равно С делить на Т. Где В – это скорость, С – это расстояние, а Т – это время. Запомните, пожалуйста, ребята, три этих формулы. Это и есть ключики при решении задач на движение. А теперь давайте вспомним наш треугольник. Я вам его уже показывала. Еще раз, ребята, повторяем. Почему треугольник поделен на три части? Потому что основные величины при решении задач на движение – это, конечно же, С, В, Т. Где С – это расстояние, В – это скорость, Т – это время. Теперь, если нам нужно найти расстояние, что мы при этом делаем? Мы В умножаем на Т. Этот треугольник, ребята, поможет вам вспомнить вот эту формулу. А теперь, если нам нужно найти скорость, что мы должны сделать? Мы должны расстояние поделить на время и запомнить вот эту формулу. Далее, ребята, а если нам нужно найти время, то как мы находим время? С делим на В. Обратите внимание на этот треугольник и запомните, ребята, наверху вы записываете С, внизу вы записываете В и Т, то есть наверху у вас расстояние, внизу у вас скорость и время, между ними умножение, а между С, В и С, Т – знаки деления. Потому что вы помните, что эти величины все взаимосвязаны. А теперь давайте перейдем к решению задач. Итак, первая задача. Грузовая машина проехала 5 часов со скоростью 75 км в час. Разгрузив товар, машина проехала еще 2 часа, увеличив скорость на 15 км в час. Какое расстояние проехала грузовая машина? Прочитав эту задачу, мы понимаем, что задача на движении, и нам нужно ее решить. Чтобы решить задачу на движении, ребята, я предлагаю к этой задаче составить схему. Итак, у нас вот такой вот чертеж. У нас есть первая точка, это точка нашего отчета, то есть место, откуда выехала машина. Дальше у нас есть точка, ребята, куда машина прибудет, и у нас флажком отмечено место, где машина разгрузилась. Итак, ребята, давайте посмотрим еще раз на условия задачи. Что нам известно? Известно, что машина проехала 5 часов, то есть до разгрузки она проехала 5 часов. Мы можем отметить это на чертеже. Далее смотрим, какая еще величина есть. Есть еще 75 км в час, то есть до того, как она разгрузит товар, она проехала со скоростью 75 км в час. Далее, ребята, смотрим, что еще есть. Еще есть 2 часа. Оставшийся путь она проехала за 2 часа. Отмечаем на чертеже. И что известно о скорости? Известно, что скорость она увеличила на 15 км в час. Не скорость стала 15 км в час, а именно предыдущая скорость увеличилась на 15. То есть пока мы не знаем, какая это скорость, но запишем, что на 15 км стало больше. А что же требуется найти в задаче? Какое расстояние проехала грузовая машина? То есть весь путь от точки, где выехала машина, до точки, куда она прибудет. Весь путь нам необходимо найти. Теперь давайте перейдем к решению. Как же решить эту задачку? Еще раз внимательно посмотрим на чертеж, ребята. У нас есть скорость 75 км в час и есть 5 часов. Зная скорость и время, можно найти расстояние. То есть путь от начала движения машины до того места, где она будет разгружать товар. А чтобы найти расстояние, мы помним, надо скорость умножить на время. Поэтому мы 75 умножим на 5. У нас получится 375 км. Эта машина проехала за 5 часов. То есть путь от начала пути до вот этого флажка на чертеже. Теперь, ребята, нам известно, что после того, как машина разгрузила товар, она увеличивает скорость на 15 км в час. Предыдущая скорость была 75 км в час. На 15 км в час стало больше. Поэтому мы к 75 прибавим 15. Получим 90 км в час. Это скорость грузовой машины после ее увеличения. То есть, когда она проезжает 2 часа. И вот теперь, ребята, мы знаем, что скорость стала 90 км в час, а машина проехала 2 часа. То есть, зная скорость и время, мы можем найти расстояние, которое преодолела машина за 2 часа. Мы 90 умножим на 2, получится 180 км. Это путь, который машина проехала за 2 часа. Итак, ребята, мы весь путь как бы разделили на 2 части. Первая часть – это до разгрузки, вторая часть – после разгрузки. Если первую часть за 5 часов она проехала 375 км, а вторую часть за 2 часа она проехала 180 км, чтобы узнать всего, нужно к этому числу, к числу 375, прибавить 180. И если мы сложим, у нас получится 555 км. Это и есть весь путь. То есть, машина проехала всего 550 км. Вот мы можем на чертеже также это обозначить. И записываем ответ. Грузовая машина проехала 555 км. Теперь рассмотрим вторую задачу, ребят. Из двух городов навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса и встретились через 6 часов. Скорость первого автобуса – 75 км в час. Скорость второго – 85 км в час. Чему равно расстояние между городами? Также, ребята, решая задачу на движение, мы построим сейчас небольшой такой чертеж. Итак, на чертеже мы видим, ребята, из одного города выехал один автобус, из другого города выехал другой автобус. И самое главное, ребята, что они движутся навстречу друг другу. Далее. Они выехали одновременно и встретились через 6 часов. Давайте посмотрим, как они начнут двигаться. У них произошла встреча, и произошло это через 6 часов. Еще что известно. Известно, что скорость первого автобуса – 75 км в час. Можем обозначить. А скорость второго автобуса – 85 км в час. Также обозначим на чертеже. И теперь, что нам требуется найти? Чему равно расстояние между городами? Вот это общее расстояние мы сейчас с вами будем находить. Перейдем, ребята, к решению. Эту задачку мы сегодня постараемся с вами решить несколькими способами. Давайте рассмотрим первый способ решения задачи. Итак, что нам известно? Известно, что первый автобус проехал 6 часов со скоростью 75 км в час. Известна скорость, известно время. Значит, можно найти расстояние, которое он проехал, то есть путь, который он преодолел. Чтобы найти путь, расстояние, нам нужно скорость 75 км в час умножить на время, на 6 часов. Мы 75 умножив на 6, получим 450 км. Это расстояние, которое проехал первый автобус. Вот до этого флажка, до места встречи. А теперь, ребята, также у нас есть второй автобус. Он двигался со скоростью 85 км в час и проехал такое же время, 6 часов. Поэтому, чтобы найти расстояние, которое проехал второй автобус, мы с вами 85 умножим на 6. Получится 510 км. Это расстояние, которое проехал второй автобус. А теперь, если первый проехал 450 км, второй автобус проехал 510 км, чтобы найти общее расстояние, нам нужно их сложить. Поэтому в третьем действии мы к числу 450 прибавим 510, получается 960 км. Это и есть расстояние между городами. Итак, ребята, мы с вами нашли расстояние между городами и нашли его первым способом, выполняя три действия. Теперь давайте же эту задачу попробуем решить немножко по-другому. То есть у нас будет второй способ. Посмотрите, ребята. Известно, что два автобуса движутся навстречу друг другу. Это значит, что мы можем найти общую скорость или скорость сближения. Первый автобус двигается со скоростью 75 км в час, второй автобус со скоростью 85 км в час. Чтобы найти скорость сближения, мы должны сложить обе скорости. Мы получим 160 км в час. Это скорость сближения или общая скорость двух автобусов. А теперь, если мы знаем, что скорость сближения равна 160 км в час, то есть каждый час автобусы сближались на 160 км, а в пути они были 6 часов, как же найти общее расстояние? Вы, наверное, уже догадались. Нужно общую скорость или скорость сближения умножить на время. Так мы и поступим. 160 умножив на 6, мы получим 960 км. Это и есть расстояние между городами. Теперь мы знаем, что расстояние между городами 960 км, и можем записать ответ. Расстояние между городами 960 км. Обратите внимание, что во втором способе у нас было два действия. Говорят о том, что второй способ у нас рациональный, он более короткий, нежели первый. Вот таким образом, ребята, в каждой задаче вы можете составить чертеж, который облегчит вам решение этой задачи. А мы переходим к следующей. Со станции одновременно в противоположных направлениях выехали два поезда. Через три часа между ними стало 210 км. С какой скоростью шел второй поезд, если первый шел со скоростью 40 км в час? Эту задачу, ребята, давайте решим с помощью таблицы. Данные внесем в таблицу. Итак, что мы имеем в таблице? У нас есть графа расстояния, буковка S обозначена. Графа, буковка V – это скорость, и буковка T – это время. Теперь у нас есть общее, то есть относящееся и к первому, и ко второму поезду, а также первый поезд и второй поезд. Теперь давайте вернемся к условию нашей задачи и посмотрим, какие величины нам даны. Итак, ребята, через три часа между ними стало 210 км. Три часа кто проехал? Первый поезд, второй или это общее время? Это общее время, ребята, которое относится и к первому, и ко второму. Мы запишем три часа. Далее, ребята, еще известно, что между ними стало 210 км. Это тоже общее расстояние, поэтому мы записываем вот в эту графу – 210 км. Далее, нам известно 40 км в час – это скорость первого поезда. Поэтому мы в эту графу первого поезда внесем его скорость 40 км в час. Основной вопрос задачи, ребята, с какой скоростью шел второй поезд? Поэтому здесь мы поставим вопросительный знак. А если вы внимательно посмотрите на таблицу, ребята, то поймете, если у нас есть расстояние, у нас есть время, то мы можем найти, правильно, мы можем найти, ребята, скорость. Какую скорость? Общую скорость, ребята. Или можем сказать – это скорость удаления, так как поезда идут в противоположных направлениях. Теперь мы переходим к решению, ребята. Если мы найдем скорость по формуле S разделим на T, значит, мы должны 210 поделить на 3, и у нас получится 70. 70 чего, ребята? Расстояние измерялось в километрах, время в часах. Значит, скорость будет 70 км в час. Мы нашли, ребята, скорость удаления двух поездов, то есть общую их скорость. А если известно, что скорость первого составляла 40 км в час, то как найти скорость второго? Наверное, вы догадались. Надо от общей скорости, от 70, отнять первую скорость, скорость первого поезда. И останется скорость второго поезда. Она составляет 30. 30 чего, ребята? 30 км в час. Таким образом, ребята, мы нашли скорость, с которой двигался второй поезд. Итак, мы можем записать ответ. Второй поезд шел со скоростью 30 км в час. А теперь, ребята, давайте проверим, правильно ли мы решили задачу. Итак, нам известно, что скорость первого поезда 40 км в час. В пути он был 3 часа. Если мы скорость умножим на время, то мы получим расстояние, которое прошел первый поезд. 40 умножая на 3, мы получим 120 км. Далее, второй идет со скоростью 30 км в час. И также проходит 3 часа. 30 умножив на 3, мы получим 90 км. А если мы сложим 120 плюс 90, у нас получится 210 км. То есть это та величина, которая была известна из условия задачи. Задачу мы решили, ребята, с вами верно. Вот таким образом, ребята, с помощью чертежа, с помощью таблицы вы можете решить любую задачу на движение. Обязательно помните формулы, по которым мы находим скорость, время и расстояние. Основные величины задачи на движение. А наше занятие, ребята, подошло к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»